МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дагестанцы вовлекают в новую финансовую пирамиду через соцсети. В интернете набирают обороты и так называемая беспроигрышная схема. В мессенджерах рассылаются приглашения, прозывающие людей стать участниками большой игры, где якобы можно неплохо заработать. Правда, для этого нужно сразу потратить деньги. Необходимо внести первоначальный взнос в размере 2400 рублей и рассказать об этом друзьям, которые также переведут деньги. Называется такая игра по-разному. Общий котел, черная касса, взаимовыручка. Но суть аферы одна. По всем признакам это просто очередная финансовая пирамида. И судя по расчетам экспертов, она может рухнуть совсем скоро. Моя коллега Патимат Ханапова попыталась разобраться в ситуации. «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», так писал Пушкин еще в XIX веке. Сейчас же эти слова актуальны как никогда. Даже век высоких технологий люди все так же наивны и готовы с легкостью расстаться со своими кровными в надежде на сиюминутную прибыль. Одурманенные легендами об основных доходах, некоторые готовы завлекать финансовый водоворот даже самых близких. Что касается схемы, то каждый из участников, я уже об этом говорил, вкладывает по 2400 и приводит двоих. Кто вложил так же по 2400, потом те еще двоих, те еще двоих. Потом, когда собирается вот этот ряд, она сдвигается вверх, и этот парень, девушка, первая, которая на вершине, получает свои 19200 рублей. Сакральные, загадочные, желанные. Деньги, которые осели последнего ряда, их представляют сотни и тысячи человек. И когда она останавливается, она однозначно сможет, что не могут все люди постоянно кого-то генерировать. Понимаете, надо постоянно расти, чтобы кто-то получал. И вопрос, куда сядут эти деньги? У кого они есть? Вот у вас сядут организаторы. Для несветущих людей приглашение к получению прибыли выглядит очень заманчиво. Выигрыши вроде бы выплачиваются, а довольные победители радостно рассылают знакомым скриншоты. Вот, мол, смотрите, деньги пришли. Причем делают это вполне искренне. Именно поэтому многие вступают в игру повторно, наивно веря, что дело можно провернуть еще раз. Но бесплатный сыр бывает, как известно, только в мышеловке. Повторить успех уже не удается. Данная игра в представленной схеме, заложенном в нее бинарным принципом, однозначно запрещена в исламе, так как относится к категории «альмайсер». «Альмайсер» – это азартные игры, и они запрещены, поскольку люди, которые участвуют в подобных схемах, зарабатывают за счет убытка других людей. Можно смело сказать, что эта игра и подобные им игры в исламе однозначно запрещены. Мы нашли одну из жертв мошенничества, и хотя она не решилась показать свое лицо, информация, которой она делится, безусловно, будет полезна. Особенно для тех, кто еще окончательно не разочаровался в финансовых пирамидах. Мне позвонила моя очень хорошая подруга и сказала о том, что она приняла участие и говорит, мол, вот я Амина выиграла 19 200 рублей, это реально, давай ты тоже попробуешь, но как раз нужны люди. И я решила, почему бы и нет. На тот момент у меня не было работы. Даже вот эти 2400 мне негде было брать, потому что я без денег абсолютно сидела дома. Я решила взять в долг. Ну, в конце концов, ни я, ни люди, которых я привлекла, не получили денег, потому что нам сказали о том, что недостаточно людей вошли в эту игру, и, мол, участники плохо приглашали знакомых. Заинтересовались сомнительной игрой и правоохранительные органы, которые взяли информацию о работе мошеннической схемы на контроль. В данном случае эта пирамида, она является незаконной, она нарушает действующий законодательство Российской Федерации, и по ней наступает как административная, так и уголовная ответственность может наступить для участников этой пирамиды. Министерство не только занимается этим вопросом, отслеживает эту ситуацию. Есть несколько уже обратившихся лиц, потерпевших, которые обратились в МВД различные территориальные отделы с заявлением о том, что их обманули, их денежный перевод они перечислили, их там бросили, кинули. И в таком ракурсе просят разобраться в ситуации, помочь вернуть деньги и наказать преступников. Известная в молодежной среде предсказка, что лох не мамонт, он не вымрет, увы, не врет. Число легковерных людей, несмотря на опыт разоблачения, многих предыдущих финансовых пирамид остается стабильно высоким. И когда схема одурачивания людей близится к финалу, организаторы аферы просто пакуют чемоданы и меняют сим-карту в телефоне. Еще раз предостерегаю наших уважаемых, любимых, но и земляков от нетрудовых форм заработка. Мусульмане должны зарабатывать своим трудом, умом и усилиями. А не так, чтобы я у вас взял, у него взял, вы что хотите делать, а я пойду. Что же мы имеем в сухом остатке? Если пиар-компания мошеннической схемы прошла удачно, то с одного города организаторы могут собрать порядка 30 миллионов рублей чистых. И предъявить претензии при этом некому. Согласно условиям игры, участники несут потери, потому что не очень настойчиво приглашают знакомых. Поэтому будьте осторожнее и предупредите близких. По тематам Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Махачкале отметили юбилей героя социалистического труда Магомеда Махулова. В Доме поэзии была организована фотовыставка, посвященная интересному жизненному пути и трудовой деятельности юбиляра, в свое время возглавившего, помимо родного Хунзахского, еще несколько районов Дагестана. Нынешние главы районов и представители власти также пришли поздравить Аксакала дагестанской политики, долгие годы занимавшего ответственные должности с его 105-летием. Гости смогли увидеть сценку из жизни героя, окунуться в атмосферу горского колорита, где звучали пандур и гармонь, и увидеть биографический фильм, посвященный имененнику. Таких людей, конечно, мало у нас осталось в республике, с которой Магомед Махулович является примером для нас, в том числе, с которого я беру пример. Это человек, который вырос очень бедный, рано потерявший свою маму, но благодаря упорному своему труду он достиг этой вершины. Мы, дети, конечно, гордимся, и вдвойне сегодня приятно, что хамзанское общество вот так честь делает для моего отца. Родители могут начать наказывать за хамство детей в школе. Такую поправку в федеральный закон об образовании подготовил Общероссийский профсоюз педагогов. В частности, предлагается ввести штраф в размере до 3000 рублей за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию. Если школьник нападет на учителя, то сумма штрафа возрастает до 5000 рублей. Кроме того, могут наказать рублем и юридические лица за унижение чести и достоинства учителя. В таком случае размер взыскания будет варьироваться от 100 до 150 тысяч рублей. Поправки уже начали рассматривать в Комитете Госдумы по образованию и науке. Сейчас обзор кратких новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим, не переключайтесь. Воспитанница Каспийской школы бокса Садат Долгатова станет участницей предолимпийского турнира, который стартует в Лондоне 13 марта. Победа в нем гарантирует спортсменке поездку на главный старт четырехлетия в Токио. Боксировать в британской столице дагестанка будет весить до 69 килограмм. В этом году она уже успела выступить на одном турнире в Венгрии, где заняла третье место. Министерство культуры Дагестана и Республиканский дом народного творчества проведет праздник русской культуры «Масленицу». Он пройдет 27 февраля в Русском драматическом театре. Программа праздника 15.00, блинная ярмарка 15.30, выставка народного творчества «Русский мир». 16.00 – театрализованное представление с участием государственных и народных творческих коллективов. Праздник может посетить каждый желающий. В Дагестане все больше популярность набирает производство овощей в закрытом грунте. Общая площадь защищенного грунта в республике составляет более 200 гектаров. Основная часть отводится томатам и огурцам. Некоторые теплицы выращивают зелень, редис, цветы. Однако стоит помнить, что в закрытом грунте возможно адаптаться многих вредителей, имеющих карантинное значение. Так, в Дагестане официально зарегистрировано 8 карантинных вредных организмов. Географическое расположение и благоприятные климатические условия равнинная зона Дагестана увеличивает вероятность заноса и распространения на его территории вредных карантинных организмов. Именно поэтому Россельхознадзор региона ведет постоянно тщательный досмотр и экспертизу под карантинной растительной продукции, а также мероприятия по локализации и ликвидации возникающих очагов карантинных вредителей. Кроме того, при заводе необходимо соблюдать простые правила. Не допускается содержание в теплицах горшочных культур и срезов цветов импортного происхождения. Необходимо содержать хозяйство в чистоте. Регулярно проводите визуальное обследование, а также обследование с применением феромонных и цветочных ловушек. Не допускайте посторонних лиц на территорию теплицы. Обеззараживайте тару. Флэшмоб «Начни утро с зарядки» прошел на берегу моря в Каспийске. Участие в акции приняли около ста человек, как взрослые, так и дети. Зарядку вел олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков. После хорошей разминки состоялась пробежка вдоль набережной. На финише активистов ждал травяной чай из самовара на дробах. Поддержали спортивную акцию представители администрации УГИБДД и духовенства города. Организатором мероприятия выступил общественник Каримула Мусаев совместно с федеральным проектом «Трезвая Россия». Подобная акция прошла также и в селе Ирганай Унцикульского района. Своё утро с зарядки вместе со школьниками начали глава муниципалитета Исанур Магомедов, представители молодежных общественных организаций и титулованные спортсмены. Традиционная акция «Трезвая Россия» стала практически повсеместной, так как её поддержали почти во всех районах республики. В завершение всех участников ждал чемпионский завтрак. А у меня на этом всё. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин